Еще совсем недавно ульяновская команда уверенно располагалась в группе лидеров. Однако три поражения к ряду, включая совершенно незапланированный домашний проигрыш от Сипсельмаша, отбросили Волжан на восьмую строчку в турнирной таблице регулярного первенства. Побеждать надо было любой ценой, но хабаровчане мощно начали. И к исходу 22-й минуты в воротах хозяев льда побывало 4 мяча. Мы знали, что соперник тоже вернулся после выезда, максимально мотивирован, при своих болельщиках будет стараться атаковать, забивать. Поэтому мы избрали такую тактику, что стараться подловить соперника где-то в контратаке. Большинство нам сегодня действий, наверное, все-таки удалось, за исключением середины первого тайма, может быть, минут 15 где-то мы очень валежно стали играть, когда появились в три мяча. За этот момент попытались зацепиться хоккеисты «Волги». И благодаря хорошей реализации розыгрыша угловых ударов и эффективным действиям своего лучшего бомбардира Игоря Ларионова ульяновцы смогли вернуться в игру, сократив отставание до минимума. Но хабаровчане быстро среагировали, вновь взяв игру по свой контроль и доведя ее до уверенной победы с разницей в четыре мяча. Итоговый счет 3-7. В большей степени очень понравились ребята молодые, как себя проявляют, как двигаются, как хотят играть. Ну, за редким исключением, я говорю, не хватает только одного чуть-чуть мастерства. Ну, я имею в виду на фоне сканик-тянет. А так, в целом, хороший матч, я, в общем-то, ребятами очень доволен. 17 февраля в субботу на домашнем льду «Волга-спорт-арены» подопечные Вячеслава Манкоса получат очередную возможность прервать печальную серию поражений. Волга принимает иркутский клуб «Байкал-энергия». Субтитры создавал DimaTorzok «Байкал-энергия»